Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Минутой молчания почтили память жертв геноцида крымско-татарского народа в Украине. 74 года назад в Крыму началась массовая депортация. Утром 18 мая 1944-го агенты НКВД ворвались в дома крымских татар. 200 тысяч человек в грузовых вагонах вывезли в отдаленные регионы Советского Союза от Северного Приуралья до Республик Средней Азии. В первые годы ссылки погибли от 20 до 46% депортированных. Установить точные данные сложно. Документы НКВД в московских архивах до сих пор засекречены. На полуостров крымские татары массово начали возвращаться после обретения украиной независимости. Пока наша мама одевала детей, отведенные 15 минут прошли. И вот один российский солдат сказал, что нас ожидает долгий путь, что нужно взять припасы. И он достал полмешка муки, который был у нас дома. Возможно, за счет этой муки мы и выжили в дороге. Акция «Реквием. Зажги огонек в своем сердце» в память о депортации крымско-татарского народа прошла в Луцке. Переселенцы с аннексированного полуострова собрались на центральной площади города. Из свечей выложили карту оккупированного Крыма с цифрой 74 внутри. В Луцку 4 семьи. И мы стараемся высветливать ситуации в Крыму, проводить акции, флешмобы. Мы не забыли, не забудем и не дадим забыть об этой депортации. И чтобы ни с кем, с иншими народами такого зла не приключилось. Сажали их вагоны, как говорят товарники, скотовозы. Вывозили их в Среднюю Азию. Ехали они очень много времени. Я помню, как рассказывала бабушка. Поезд остановился и им сказали, будем вас всех топить в этой реке. Была очень большая паника, но этого не произошло. Их вывезли в Среднюю Азию. Сказали, что это предатели Родины. Акции памяти жертв депортации крымских татар проходят и в аннексированном России и Крыму. В частности, в Бахчисарае и Судаке. Люди несут и цветы, и свечи к памятным знаком, читают молитвы. Шествие прошло также в Октябрьском Красногвардейского района. Это поселок вблизи Симферополя. А ночью в Симферополе в аннексированном Крыму российские силовики разогнали традиционную акцию «Зажги огонек в своем сердце». Задержали 15 человек. Об этом ЮЭТВ рассказал адвокат Эдем Семидляев. Их отвезли в разные отделения полиции, допрашивали, проверяли телефоны и взяли образцы ДНК. 14 активистов отпустили. В участке остается один парень. Судья сказал, что он занят до четырех и перенес заседание на четыре. Его обратно доставили в отделение полиции, где он будет ожидать пообедать, домой сходить. Его не отпустили. И поэтому к четырем мы явимся в суд и рассмотрят административный материал. Доказательства обстрела Троицкого со стороны боевиков Генеральная прокуратура передаст в Международный уголовный суд, сообщают в пресс-службе ведомства. В результате ночного артобстрела населенного пункта один из снарядов попал в дом, где жила семья из четырех человек. Отец и сын погибли. Мать со старшим сыном в реанимации в больнице Лисичанска. Об этом ЮЭТВ сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Пагукай. Обстрел квалифицировали как теракт. Этот район у нас граничит с оккупированной территорией. В половине первого ночи боевики обстреляли Троицкое. Попали в частный дом, где жила семья из четырех человек. Отец и младший сын погибли на месте. Сейчас там работают следователи взрывотехники. Полицейские не только документируют последствия обстрелов, но и помогают жителям. Донецкая фильтровальная станция снова приостановила работу. Вечером боевики накрыли огнем серую зону вблизи Авдеевки. Об этом ЮЭТВ сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. По его словам, повреждена электрощитовая. Местная власть разрабатывает график подачи воды из резервуара. Вода сейчас в незначительном количестве до города доходит самотеком под очень низким давлением. Но поскольку фильтровальная станция не работает, то воды в многоэтажках уже нет. Мы готовы обеспечивать людей водой из резервуара. Сейчас отрабатываем график подачи. Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии разграничения. Она обеспечивает водой более 350 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станцию неоднократно обстреливали. 17 апреля под огонь попал автобус с рабочими. Пятеро сотрудников были ранены. Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля выписали из больницы. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Англии. Он больше месяца был в коме. 4 марта его вместе с дочерью Юлией доставили в больницу британского города Солсбери с отравлением. По данным следователей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», произведенным в России. Москва обвинения в причастности к покушению отрицает. Россия несет ответственность за химатаки в сирийском городе Сиракиб 4 февраля. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Науэрт. Она отметила, Россия еще в 2013-м обещала гарантировать уничтожение сирийских запасов химоружия. Однако организация по запрещению химического оружия подтвердила. Войска Башара Асада сбрасывали бочки с газом хлорином на Сиракиб. В Вашингтоне пообещали привлечь виновных к ответственности. Эта атака аналогична прошлым случаям, когда режим Башара Асада применял химоружие против собственного народа. Это вопиющее нарушение международного права. Россия, которая в 2013 году обещала миру гарантировать уничтожение сирийских запасов химоружия, в конечном итоге несет ответственность за его использование в Сирии. Бегу ради маленьких сердец. Под таким девизом 3 июня в Киеве состоится забег под каштанами. Взносы участников марафона пойдут на нужды Центра детской кардиологии. Там оперируют детей с врожденными пороками сердца. С одним из пациентов познакомилась Инесса Занина. Ивану 2 года. При рождении у него диагностировали дефект межжелудочной перегородки сердца. Врачи рекомендовали сделать операцию. Она прошла успешно, уверяют медики. Скоро Ивана переведут из реанимации в обычную палату. Сказали, что операция прошла хорошо, можно не волноваться. Ждем, чтобы нас побыстрее перевели в палату, а потом скорее домой. Чтобы мы выздоровели и бегали. И не волновались, что у него что-то будет не так. Ивану делали операцию малоинвазивным методом, то есть без разреза грудины. С помощью ангиографа. В операционной еще один пациент, трехлетний мальчик, без одного желудочка сердца. Глубо говоря, у ребенка нет половины сердца. И наша задача ему максимально продлить жизнь. И конкретно в этом случае мы планируем проводить последний, четвертый этап коррекции. После которого мы продлим ребенку, я надеюсь, жизнь минимум на 15 лет. После чего ему надо будет пересадка сердца. В центре за год спасают жизни около двух тысяч маленьких украинцев. Процент смертности меньше одного. Этот показатель самый низкий в Европе, говорят врачи. Мы оперируем деток с врожденными пороками сердца. И этот центр в основном фокусируется на детях с критическими врожденными пороками сердца. То есть те дети, которые не живут без коррекции порока сердца и умирают в первые дни жизни. Сложные операции делают высококлассные специалисты. Им нужна и качественная аппаратура. В прошлом году, благодаря деньгам, собранным во время забега под каштанами, центр купил новую плату для ангиографа. Мы покупаем что-то такое большое и цельное. Когда-то купили аппарат искусственное сердце, контрапульсатор. Переделали отопление в 2014 году, и они абсолютно независимые. Необходимо поддерживать одну и ту же температуру. И очень боялись, что не смогут зимой делать операции. Андрею из Днепра почти три с половиной года. В два месяца ему сделали первую операцию, через год – вторую. Мальчик уже практически здоров и ездит в центр только на осмотры. Врачи разрешили ему делать физические упражнения, говорит мама. В этом году Андрей хочет принять участие в забеге под каштанами. Андрюша, побежишь? Да, не бежу. Инесса Знанина, Владислав Гапон, UATV. Это и другая актуальная информация онлайн на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok